Американский журналист Тоби Магуайр, Кейт Бланшетт, Джордж Куни, конечно же Снят он стилизованным под 50-е годы Черно-белое кино, метр, монтажные переходы В общем, приятно смотреть на самом деле Но, как обычно, есть один нюанс Иначе он бы не попал в мой обзор Это связано с тем, о чем вы, наверное, догадываетесь Даже по заголовку этого видео Причем в самом начале происходит то, о чем Не знаю, там, в каком-нибудь 43-м году И помыслить было невозможно Американский конгрессмен заявляет Нет смысла мочить немцев Теперь русские наши враги Вот так нам с порога заявляется Что the Russians are the enemy now То есть Буквально вчера мы были союзниками Теперь мы уже враги Я хочу сказать, что я тоже употребляю слово Россия и русский на самом деле Не потому, что я не знаю, что был Советский Союз И советские люди А потому, что, ну, как бы в американской традиции Так они все время говорят Даже во время Второй мировой войны Они так изъяснялись Ну, Mission to Moscow Да, и Battle of Russia Russia, да То есть Война за Россию Почему мы воюем в этой войне Вот эти пропагандистские фильмы Которым у меня было посвящено Несколько выпусков Еще несколько лет назад То есть они так вот говорят Россия Ну и, собственно, я, чтобы контекст соблюдать И чтобы вы в него попали Тоже говорю Россия Ну, помимо того, что мы враги Мы еще The Godless People Безбожники И как тут не вспомнить Вот этот вот дивный журнал У меня их несколько выпусков Ну и, собственно, видео отдельное было Ему посвящено Это христианский журнал Тут разные комиксы И в нем есть рубрика Совершенно чудесным образом названная Она называется The Godless Communism Безбожный коммунизм Тут, естественно, Никита Сергеевич Хрущев Одним из главных героев является Вот он здесь Ну, опять-таки, можете посмотреть Выпуск Посвященный непосредственно этому Кстати, вот здесь вот Речь идет о вторжении Советского Союза в Венгрию Событие в Будапеште Я был недавно в Будапеште И, честно говоря, хочется сделать отдельный выпуск Еще и про это Потому что я там Нашел массу всего интересного Нашел обложку журнала Time Нарисованную на всю стену Посвященную как раз этим событиям Под ней Подпись уже Кто-то от руки сделал Про Путина В общем, все как всегда Все, что не прикручено Они отправляют в Москву Ну, вы это знаете Вопрос такой дебатируемый Всю ли мы вывезли Из Германии в Москву На самом деле Вот ряд историков считает Что как раз мы С репарациями-то попали Что мы взяли слишком мало За то, что За тот ущерб Который был нам причинен В то время как Некоторые другие Народы и национальности Не будем их называть Получились полна Хоть тоже, конечно Пострадали Никто не спорит Герой Клуни даже Вступается за нас Ну, а почему бы и нет Ведь они получили Большинство пуль Ну, то есть Имеется в виду Нам был нанесен Основной удар Мы учили Иванов Играть в мяч Имеется в виду Бейсбол Некоторые из них Могут неплохо бить Да, некоторые из Иванов Могут неплохо бить И не только по мячу Надо сказать Далее начинается Война концепции Талли Талли Герой У которой какая-то там Есть Женщина И даже не какая-то Та самая Которая играет Кейт Бланшетт И которая мечтает Свалить из Германии Использовать для этого Непосредственно Талли И он спрашивает Неужели они собираются Засудить всех немцев На что герой Клуни Джейк отвечает А что, они не должны Этого сделать? Миллионы людей Не исчезали Потому что их Утаскивали ночные эльфы Твоя фройлин знала Прекрасно Что делал Гитлер Они все это знали Она хотя бы пальцем Пошевельнула И ты слышал Бреймера Ну вот того самого Конгрессмена Теперь Следующая война С русскими Ну а мы переходим К главной части Маркзонского балета Собственно Вот героиня Лена Лина Которую играет Кейт Бланшетт Она была Изнасилована Русскими Тут я должен сказать Что Не нужно Строить из себя Целок Однозначно Были случаи Изнасилования Есть свидетельства Конкретной немки В одном выпуске У меня Это было Есть рассказ Я не хочу об этом говорить Потому что я знаю Что Ну как у нас люди На это реагируют Ну просто Есть рассказ Непосредственно Человека Который Был мне передан Лично Но Тут мы опять-таки Сталкиваемся С Вот этой историей Про 20 миллионов Репрессированных И так далее То есть Да Конечно Случаи были И Понятно Почему они были После того Как Все Мы видели Что немцы Творили у нас На нашей земле Ну Было бы странно Как бы Да Но Естественно Они не носили Такого массового характера Не вот эти вот Два миллиона немок И прочее Ну в общем Опять-таки Два миллиона немок 20 миллионов Репрессированных Это мы все Плавали знаем Но проблема Даже не в этом А в том Что они Насиловали И коллег И детей Какие злостные Иваны Иваны Педофилы Американский Журналист Немудрено Что когда Тали Находят Мертвым Джейк Начиная Своё собственное Расследование Встречается С нашими Иванами Которые Засаживают Ему Приклад В голову И он В итоге Оказывается В кабинете Советского Военачальника Которого Играет Актер Которого В свою очередь Мы Прекрасно Помним Он у нас Был И Капитаном Не советского Уже Российского Атомного Крейсера И Он играл Авторитета Вора В законе Который Сидит В тюрьме И кого он Только не Изображал На самом Деле Ну Вот В данном Случа Он сидит Под портретом Сталина Ну А если Вы хотите Узнать Как Клуни Говорит По-русски То Пожалуйста Спасибо Далее Хотел Приехать Продать Какую-то Информацию Про Немецкого Ученого Которого Разыскивают Американцы А раз Американцам Это интересно То И мне Это интересно Мне Любопытно Мы Отправили Целые Фабрики В Москву Ну Как я уже Говорил Не факт Польша Румыния Пол Европы Нами Завоевана Она Теперь Наша Какая Удача Что же Американцы Получат Да Бедные Американцы Не получили Ничего И Клуни Говорит Сдается Мне Что нас Нихило Обобрали И Наш Военачальник Даже Предупреждает Клуни Ну В рамках Данного Сюжета Что На американской Стороне Он Может быть Гораздо Меньше Безопасности Чем На русской А тем временем Мы возвращаемся К главной теме Клуни Находит Свою возлюбленную Лена Это его Довоенная Возлюбленная Спрашивает Элеонора Сказала мне Что ты была Изнасилована Русским Тут Возникает Такой Флэшбэк Русский Настигает Ее В подворотне В подъезде Валит Начинает Насиловать Но Лена Она Выхватывает Пистолет У нее Из кобуры Всаживает Ему Пулю В голову То есть Изнасиловал Изнасиловал Да не Изнасиловал Ну и Напоследок Сцена Как наши Солдаты Встречают Симпатичную Немецкую Бобенку В общем Все как Обычно То есть Небольшая Такая Капля Деремища В этот Еще раз Хочу сказать Довольно Неплохой Видео Или киноряд И мы Имеем То что Имеем Опять-таки Совершенно Сглаживаются Акценты То есть Да Надо отдать Должное Конечно Режиссеры Сонаристу Там Герой Клуни Пытается Что-то вякнуть По поводу того Что вот Российская Советская Русская сторона Приняла Основной удар На себя Главные потери Были у нас Вообще Для нас Эта война Была ужасная Бла-бла-бла Но на самом деле Это не считывается В фильме В фильме Считывается Совсем Другая ситуация В фильме Считывается То что Вот Пришли Американцы Которые Теперь Противостоят Советскому Союзу И На протяжении Всей картины Красной нитью Проходит Вот эта мысль Идея О том Что русские Советские Солдаты Они Насильники Ну а дальше Мысль Должна Доигрывать Воры Убийцы И так далее Почему Потому что Теперь Как было заявлено В самом начале Мы с ними Враги Типичный Пример В копилочку Пропаганды Такой Неявной Но Вполне Себе Опять-таки Очень качественно Сделанной Что имеем С тем живем Я по традиции Хочу вам Напомнить Что нас Ждут Лекции В Петербурге В Москве Романова Без соплей Ники И Малечка И на подходе Лекция Про Собственно То что я не доскал Предыдущее Про Владимировича Про Кирилла Владимировича Императора В Сия Руси И в Европе Себя Объявившим Ну а соответственно Об этом будет Заявлено Отдельно И у нас будет Примерная экскурсия По знаменке В Москве В феврале Месяце Если вы хотите Увидеть Как бабочки Шметерлинг Летает Не только в Берлине И в Петербурге То со 2-4 мая Авторский тур Северной столицы Романова Без соплей Древолюционный терроризм Проходные дворы Все подробности В описании Под этим видео Также мы едем В Вену 19 октября В начале марта 2021 года Мы едем В Прагу В ноябре Мы едем В Берлин В конце января 2021 года Мы едем В Париж И будет Двугневный тур Нижний Новгород Если вас это интересует Пишите мне Соответственно Задавайте Любые вопросы На этом все С вами был проект Россия Чужой взгляд Комментарии туда Увидимся Пока